Всем привет, с вами Розе. Обновлений Кот наплакал. Сори, до сих пор болею, не знаю. Вот насморк что-то остался. Такой упадок сил немного. Но уже все хорошо. Если ты переживал за меня, не переживай. По обновлениям. Запускается в подземелье большой разлом. Кошмарный лабиринт Харнака. После 70 уровня ты можешь туда войти. Возможно, можешь что-то там делать на экране в ходе разлома. Четыре сервера соединяются и вы там устраиваете пати. По обновлениям все. Ивенты. В Некрополе. За прохождение первого раунда дополнительно 53 ликвии и карту лучного класса и агатиона. А может выпасть, согласно вероятности, одна карта или агатиона или класс. Мировой босс, двойные награды. Писемка. Утром и вечером виталка, расходка. Спасибо хоть за виталку. Переходим в игру. Добавляется вот такой вот интересный пропуск с виталкой. Ну и так по мелочи. Ну как всегда, виталка. Немножко расходки. Проходим. Синтезим классы. Получаем дополнительные награды. Финальная награда 30 тысяч виталки. Добавляются бесплатные платные бонусы. На 7 дней бонус. Каждый день 20 тысяч виталки. Реликвия энергии первый день. Финальная награда улучшенный класс. Также на агатионы на третий день видим. Ну там улучшенный кристалл души. Зелье развития. Платный у нас финальная награда. Это героический легендарный перед финальной артефакт. 11 раз. Обычный героический. Карта мастера 11 раз. Это очень хорошо. И агатиона по одной штучке. Также ордена. Знаки поручения. Мешочек. Выбором ресиков. Каждый день на выбор карта дается. Или агатиона, или на класс высшего. На 14 дней такая награда неплохая. Я бы сказал. Вот такая вот покупка за реал. Архангела 4 штуки по 11 раз. Архангела 8 штук по 11 раз высшего. Еще один за реал. Тут у нас ордена. Реликвия. Алмазики. Вот такой вот двухэтапный. Но нам надо потратить 6000 алмазов, чтобы получить 2 карты архангела высшего. Высокого качества. 2 карты по 11 раз. Ну и в самих паках знаки, ордена, кристаллы, зелья пробуждения, реликвия, кристаллы высшего. Обычные паки с расходкой и картами. Мастера 11 раз и кристаллы души мастером 11 раз по одной штучке. В этот раз настойка очищения, за которую крафтим в книге наследника можем скрафтить скорость магии, сопротивление оглушению, сопротивление удержанию. Вот у меня такая нужна книга по-любому. Увеличивает иммунитет, полностью восстанавливает здоровье персонажа после воскрешения. Блокировка оружия с героическим доспехом. На этой неделе промоушен. Ивенты и обновления вроде бы все. О чем мы поговорим про хейтеров. Там пишут хейтеры разную чушь, дичь. Уровень развития меня и уровень развития хейтера отличается. Зато и получаются вот такие у нас казусы. Ты играешь в это, ты взрослый человек, тебе не 15 лет. Ладно, что я распираюсь. Вот такие вот комментарии я буду не удалять. Я буду пользоваться такими людьми. Я буду начинать с ними спорить, грубить. Ну, в правилах, конечно, платформы YouTube, как могу я. Потому что тут очень законсервированная, денежная, только настроенная, направленная. Можно ошибиться, конечно, но попытаюсь как-то с ними дискутировать, да, и в итоге я буду им проигрывать. Чтоб они получали эту эмоцию победы. То вот такие комментарии я не буду удалять, потому что там многое кто мне пишет, типа говорят, ты такое не рассказывай на своем YouTube-канале. Потому что там кому-то не нравится. Не знаю, я вот делаю видео для 30 человек, которые лайкают. подписаны на канал, да, я там смотрю, ты подписан ли на мой канал, чтоб я понимал, нужно ли обращать внимание на твой комментарий, на твое мнение. Может, возможно, да, я там был неправ, сказал что-то лишнее, перегнул палку, все может быть. То в целом, вот такие дела.